Привет, YouTube! Какие у вас возникают мысли, когда вы слышите название бренда Huawei? Как бы это странно ни звучало, но даже в конце 2019 года некоторые до сих пор шутят по типу «Какого Huawei?» и всё такое. Я же за всё это время уже привык к откровенно китайскому неймингу компании, и когда в очередной раз речь заходит о Huawei, у меня в голове сразу же подскакивают мысли. Так, крутые технические характеристики, одни из главных инноваторов на рынке, крутейшая камера и откровенно говённый интерфейс Emotion UI. Emotion UI своим внешним видом делает всё, чтобы отвергнуть пользователя. Короче, пришло время рассказать всю страшную правду про Huawei, а вернее про их ужасную прошивку Емуй. Это натуральный 2013 год. Иконки жесть, обои жесть, элементы системы, какие-то слёзы. Но где-то неделю назад ко мне прилетела обновлённая версия графического интерфейса Emotion UI 10, и предварительно она должна решить большинство претензий, которые были лично у меня в графической среде Huawei. И да, я буду говорить именно о своих впечатлениях, потому что некоторые всерьёз тащатся даже по дизайну предыдущей версии Emotion UI, которую, на мой взгляд, завезли из далёкого 2000 года. Ну что же, приступим. Я вам обещаю, что будет как минимум интересно. Друзья, но перед тем, как я начну этот ***, мне хочется сделать небольшое отступление. Я, конечно, постараюсь рассказать всё максимально лаконично, насколько я смогу, потому что у меня прямо накипело. Я бы даже сказал, немного пригорает. Поэтому совсем просто не получится. Цель этого видоса заключается в том, чтобы путём моей критики достучаться до сотрудников Huawei, чтобы они, наконец-то, дали пользователям нормальный продукт. Что меня больше всего бесило в прошлых версиях? Дизайн шторки. Это был дикий колхоз. Теперь же всё сделали под современные нормы. Ну, или украли идею у Samsung. Правда, реализовали всё это не совсем грамотно. В поле регулировки яркости нет возможности включить авторежим. То есть, по старинке нужно лезть в настройки. Посмотрите на эти надписи в настройках уведомлений. Шрифт и выделение, как в Windows 95. Да, это мелочи, но почему другие могут, а вы нет? Следующее, самое дикое. Дизайн иконок на рабочем столе. Знаете, я уже не прошу реализовать это, как в Oxygen OS. Типа можно сменить сразу одним махом весь айконпэк или изменить название и дизайн каждого ярлыка по отдельности. Хоть свой нарисуй и примени. Я этого не требую, так как понимаю, это сильно круто. И соглашусь с тем, что это задротство. Но то, что предлагаете вы, и в большинстве случаев платно, это же лютый трэш. Даже ваши братья меньшие онора в своем Magic UI смогли запилить что-то более-менее подходящее. В итоге я оставил то, что было по умолчанию, так как нормальных вариантов магазин тем попросту не предлагает. И самое обидное, нельзя накатить сторонний лаунчер. Система не разрешает установить его по умолчанию. То есть, по сути, у вас не остается другого выбора, как юзать вот эти вот говеные иконки из прошлого. Двигаемся дальше. Стиль рабочего стола. Есть два варианта. Как на iOS, все ярлыки находятся в одном огороде. Или же можно сделать, как в чистом андроиде. Вытягивать все приложения свайпом вверх. Допустим, я привык к чистому андроиду и хочу пользоваться вторым вариантом. Но вы посмотрите, как это ущербно реализовано. Ладно, согласен, дело вкуса. Почему я не могу настроить, чтобы у меня в строке было по пять приложений, а не по четыре? Вот, смотрите, как это реализовано на Samsung и на OnePlus. Ребят, вот здесь голосовалка, пожалуйста, принимайте участие. Какой вариант вам нравится больше? А тем временем я резюмирую. Снова урезанная функциональность. Темная тема. Думаю, в который раз объяснять, зачем она нужна, не нужно. Хотя, давайте в паре словах для новичков. Думаю, вы в курсе, что в большинстве современных смартфонов уже устанавливают матрицы Super AMOLED, OLED. Так вот, в плане времени автономной работы они показывают результат на 40% лучше с темной темой, нежели со светлой. Мы делали отдельный тест. Если вы не знакомились с этим видосиком, ребята, можете зайти ознакомиться. Ну, разумеется, если вам интересно. Здесь, в целом, все реализовано хорошо. Некоторые пункты меню все равно остаются белыми. Но это если залазить далеко в дебри. А так, даже гугловское приложение переодевается в черный цвет. Но только не Google Feed. Да, вы можете его вовсе спрятать. Но, допустим, я читаю новости. В итоге, везде все черное, а первый рабочий стол белый. В том же Google Pixel 3 при смене темы Google Feed тоже становится темным. Мелочь, но бесит. Думаете, передираюсь. Ладно, посмотрите, как реализованы шорткаты в темной теме. Черным по серому. Огонь, пушка, прямо хочется пользоваться. Только вот глаза вылазят. Уверен, что этот момент пофиксят в будущих обновлениях. Как и многие другие нюансы. И, поверьте мне, я бы мог растянуть свои притензии еще как минимум на несколько минут. Но давайте лучше настроимся на позитивный лад. Наконец-то Huawei хоть как-то привели в порядок свои стандартные приложения. Те же пиктограммы в галерее, музыке теперь выглядят по-человечески. Но самое главное, камера. Теперь иконки обрели современный дизайн. Взять хотя бы тот же пункт еще. Сюда теперь хотя бы не страшно заходить. И все равно меня бесит, что не появился отдельно пункт авто HDR для основной камеры. Его по-прежнему нужно включать отдельно. Ну и настройки смартфона тоже обрели нормальный вид. На мой вкус, такой вариант выглядит намного лучше, чем предыдущий. Давайте подводить итоги. Что нужно сделать компании Huawei, чтобы пользователи наконец-то полюбили их графическую среду Emotion UI? Ну, давайте так, в своем большинстве. Потому что некоторые все-таки ее любят такой, какая она есть. Первое. Поувольнять нахрен дизайнеров, которые рисуют вот такие говнокнопки. И того, кто все это дело опрувит. Второе. Сделать элементарный шаг. Разрешить устанавливать кастомные айкон пэки. Я понимаю, что вы будете терять по 20-30 центов с каждого пользователя, который не установит какой-то шлак с вашего убогого магазина. Но, пожалуйста, не мелочитесь. Ваши смартфоны стоят не так уж и дешево. Третье. Доведите до ума темную тему. Четвертое. Если вы уже сами не можете, скопируйте настройки рабочих столов хотя бы у Samsung. Но вы уже начали смотреть в их сторону. Доведите дело до конца. Ну и последнее. Верните возможность менять лаунчер по умолчанию. По крайней мере, до тех пор, пока что вы не доведете до ума свой фирменный лаунчер. Сделайте хотя бы 5 этих пунктов и уже будет нормально. И именно нормально, потому что я не затрагивал всякие мелочи, которые уж слишком субъективны или чересчур задротливые. Справедливости ради, 10-я версия Emotion UI выглядит намного лучше, чем 9-я. Нужно только довести дело до конца. Потому что, говорю как есть, я снова хотел взять на постоянку P30 Pro. Но после того же Galaxy Note 10+, я уже не говорю про OnePlus, ну, ребят, это какой-то стыд. Поэтому мы желаем компании Huawei удачи, да пребудет с ними Android и желательно с Google сервисами. А теперь давайте перейдем к комментариям под предыдущим роликом. Ребята, скоро это станет традицией. Мне, как всегда, поскидывали комменты в Telegram. Зачитываю. Итак, первый вопрос. Диман, а почему нет контента про компы? Ведь было, не задалось. Друзья, смотрите, тема с ПК вернется. Мы вот сейчас собираем интересный вариант. В 100 мест, по-моему, если я не ошибаюсь, до 1000 долларов. Я думаю, что всем этот видосик зайдет. Просто мы не хотим распыляться на все подряд. Тема ПК, она не такая насыщенная, как тема смартфонов. Поэтому, ребятки, все будет и, возможно, мы все это дело еще разыграем. Мы еще не решили. Вот, буквально, дайте нам 2 недели и вся эта тематика вернется. Диман, запили обзор шлема для курицы. Шлем для курицы! Слушай, шлем для курицы, я не знаю, что на это ответить, если честно. Тогда, пожалуйста, нужно будет заказать еще, мне кажется, курицу. Потому что, ну, тупо шлем, ну, куда я на КВП надевать на своих андроидов? Ну, хрен его знает. Короче, давайте курицу закажу шлем. Это смешно. Тут, кстати, был неполный коммент. Ну, или хотя бы седло на нее. Седло на курице. Седло на курице, это для чего? Вообще, это кого туда сажать можно, я не знаю. Это, ребят, ну, это трешня, но это забавно. Интересует опыт эксплуатации. Присылайте, короче, курицу, я закажу на нее шлем, седло и опыт эксплуатации. Короче, повеселили. Это здорово, ребят, но попытаемся что-то с этим сделать. Я, конечно же, не всерьез-то говорю. Димон, когда ты начал увлекаться телефонами и разной техникой? В далеком 2009 году, когда только вся эта тематика начала зарождаться, появляются копии там на различные а-бренды. Вот, я стал директором в одном из крупных интернет-магазинов, начали все это дело продавать, и тогда начал, собственно говоря, всем этим интересоваться. Ну, а потом уже, там, кризис наступил, и пришлось создавать техноблог. Вот так вот люди становятся блогерами. Ладно, ребят, это было три коммента. Думаю, что вы напишите что-нибудь интересное под этим выпуском, и мы вставим ваши вопросы в следующий ролик. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, участвуйте в наших розыгрышах айфона 11 и смартфона Galaxy M30s. Ссылки в описании. Делитесь этим выпуском со своими друзьями, если он вам понравился, и да пребудет с вами Android. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok